Своего рода матрас 6х2, высотой 50 сантиметров. Такие сетки с камнями укладывают у причалов для танкеров-газовозов, чтобы дно не заиливалось. Их крупная компания заказала более 4,5 тысяч. Лоботанги – это самое короткое причо в сторону севера, северных месторождений. Изделие само по себе несложное. Камень из окрестных карьеров, сборка прямо в порту. Основное производство – погрузка и разгрузка. Тоже технология. Суда грузят по чертежу. Разрабатывают отдельный каргоплан. В этом случае на барже трубы и плиты. Их чередуют, чтобы вес распределялся равномерно. Больше не кидать на одну середину, она вот так сложится. Больше кидать корма носа, она вот так вот сложится. Чтобы этого не было, соответственно, есть правила погрузки. Грузовой район Салихарского речного порта. Ежегодно здесь принимают и отправляют около 400 тысяч тонн грузов. Это порядка двух очень больших океанских контейнеровозов. В разгаре северный завоз. В таких контейнерах сегодня доставляют топливо и технические жидкости. Тара оборотная. Никаких железных бочек. Всё в движении. По количеству ищебня можно судить о масштабе строительства, в том числе дорожного. Здесь материал даже для самых отдалённых посёлков. Я вот как-то к воде не очень кандид. Мне бы лучше подтверженность земле стоять. Накануне дня работника речного и морского флота начальник грузового района Сергей Панкратов в числе награждённых. Как-то необычно, неожиданно, конечно. Потому что как бы привыкли только работать. У руля или за штурвалом Сергей Панкратов третий год и девятый в порту. Приехал из Екатеринбурга, там работал руководителем, но совершенно в другой сфере. Гораздо больше опыта набрался. Интереснее коллектив, плюс техника. В коллективе много молодёжи. Все они приезжали на практику, будучи студентами, присматривались к работе, а руководство к ним. Это больше энергичности, больше отдачи. О перспективах здесь говорят осторожно, но Северный морской путь развивается, а начинается и заканчивается он именно в таких портах. Относительно небольших в мировом масштабе, но стратегически важных для своих регионов. Александр Ребека, Владимир Зелинский, программа «Время Ямала», Лабытнанги.